Кирилл Корнилов задает вопрос слова Расскажите про свое отношение к этюдам Что они для вас? Как тренировки для спортсмена, чтобы быть в форме Рабочий материал для студийных работ Или что-то другое? И как покупатели к ним относятся? Из вашего опыта пользуются ли они спросом? Спасибо Кирилл Этюды Что они для вас? Вы знаете, Кирилл, у меня нет ощущения Что мир живописи разделяется Вообще как-то разделяется Ведь с огромным удовольствием Мы смотрим на подготовительные рисунки Ну, больших мастеров Того же Врубеля, посмотрите Просто карандашные какие-то Я не знаю, минутные Минутные зарисовки имеют большое значение Или какие-то Ну, вот как вы говорите Этюды, да? Цветочек в какой-то вазе Акварельный То есть, я к тому клоню, что если художник настроен, искренне настроен на какую-то волну красоты То все, что он делает Абсолютно все Даже просто как линия у Пикассо Там что-то там голубя нарисовавшее Абсолютно все имеет ценность Я не могу разделить На что-то тренировочное Как для спортсмена, да? На что-то подготовительное На что-то законченное На что-то прям совсем Настоящая вот прям картина, да? Для меня Любое прикосновение К материалу Будь это просто карандашный рисунок Это душа Это душа художника И, может быть, самый маленький цветок Важнее, чем огромная клумба Потому что он несет Несет Хрупкость Жизни Он Он просто есть Он излучает запах Не для того, чтобы Кому-то понравиться Может быть, никто не пройдет И не понюхает Его Сегодня Он просто не может не пахнуть Это его природа Цветка И не бывает Маленьких И больших Цветков В природе все На своем месте Так и у художника, мне кажется Это не тренировка Спортсмена, чтобы быть в форме И не рабочий материал Каждая работа Завершена Она закончена И вообще Художник Мое мнение Художник Когда пишет работу В любой момент времени Она закончена Его просто нужно Если он сам себя Не может оторвать От нее Надо отрывать Друзья Как покупатели К ним относятся Из вашего опыта Пользуются ли спросом Да Да Просто Есть Есть люди Которые Которые Очень тонко Воспринимают Вообще Покупатели Живописи Это какие-то особые люди Это Я их очень люблю Ну Это просто Мои друзья Это люди Которые Которые Очень тонко Чувствуют мир Настолько тонко Они не могут Это Написать Но они могут Сопереживать Написанному Они Они могут Восторгаться Это очень Ну Для меня Ценно Ну И В продолжении Вот Того Что не бывает Больших и маленьких Произведений Но вспомните Например Хайку Басена Например Осень Уже пришла Шепнул мне На ухо ветер Подкравшись К подушке Моей Все Три строки Разве Можно сказать Что это Менее Ценно Чем Какая-нибудь Огромная Поэма С Большим Количеством Слов Кто-то Увидит В этом Итет Кто-то Увидит В этом Всю жизнь Красоту Жизни Отразившейся В этих Трех Строках Тихая Лунная Ночь Слышно Как В глубине Каштана Ядрышко Гложит Червяк Мне кажется В любом Жанре Что бы мы Не взяли Великая Не определяется Форматом Размером Как-то Ехал Ехал В Петербурге На лодочке По каналу И одна Гид Объяснял Что А вот На эту Мозаику Потрачено Сколько-то Там Квадратных Метров Мозаичные Плитки Тон Там Чего Тон Я подумал Что Надо же Гид Всем людям На кораблике Объясняет Меряет Искусство В тоннах И в квадратных Метрах Ну Это ужасно Мне кажется А как бы Она мерила Я не знаю Камею Какую-нибудь Малышку Или Мадонну Литу Такая Вот Работа Тоже В километрах Ну В общем Странно Правда Так что Этюды Для меня Это просто Это Мое Дыхание Это Это Самостоятельное Произведение Внутри Внутри Я ощущаю Что я не пишу Этюдов Размер В этом смысле Абсолютно Не имеет Никакого Значения Потому Потому что Потому что Ну Сердце Ощущение Впечатление От мира Может быть Уложено В три строчки Хайку Либо В любой формат Который Есть под рукой Либо Ты чувствуешь Вот некую Соразмерность Ну не будешь Ты писать Яблоко На вот такущем Формате Кстати есть Такие художники Цветок Какой-то Такой Придается Какой-то Ну Значение Но Все мне кажется В некой Такой Соразмерности Поскольку Вот нас учили Строгановки Отталкиваться От Натурального Масштаба От голова На холсте Но пусть Она не будет Огромной И пусть Она Не будет Маленькая Но если уж То есть От масштаба Вот этого Если яблоко Такое Ну логично Его Разместить Как-то Адекватно Чтобы Масштаб Его Восприятия У зрителей Был Такой же Как На самом деле Но это Не значит Что нам На маленьком Нельзя нарисовать Соизмеримые Вещи От предметного Мира Так же Красиво И что Почему нет Мира 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 Мира